Рынок трудоустройства в США почти здоров. Об этом говорят данные последнего отчета федеральных властей. Уровень безработицы в Америке снизился до 5%. За новостями с экономического фронта сегодня следит мой коллега Валерий Кипилов. Сейчас он присоединяется к нам с Уолл-стрит. Валера, мы ждем подробностей. Добрый день, Лиза. Да, новые показатели Министерства труда и Министерства финансов исключительно позитивные. В октябре в США была создана 271 тысяча новых рабочих мест. Это превзошло все даже самые оптимистичные прогнозы экспертов и стало лучшим результатом за текущий год. Уровень безработицы в результате опустился до 5%, ниже до кризисного показателя 2008 года. Немного деталей. Трудоустройство в октябре фонтанировало практически во всех основных сферах. В первую очередь в частном бизнесе, 78 тысяч новых рабочих мест, в секторе здравоохранения 45 тысяч и в строительной индустрии 31 тысяча вакансий. Вырос и общий уровень заработных плат. В среднем оплата труда в минувшем месяце подскочила на 2,5%. Это тоже лучший результат с 2009 года, то есть со времен экономической рецессии. Стоит также отметить, что по статистике все больше американцев, долгое время работавших неполную неделю, находят для себя постоянную полную трудовую занятость. Во времена экономического спада число частично занятых, трудоспособных американцев составляло 9 миллионов, сегодня это уже 6 миллионов человек. Думаю, в последние несколько дней уже была тенденция, которая привела бы к повышению федеральной учетной ставки. Но сегодняшний отчет лишь приблизил эту вероятность. Имеется в виду вероятность повышения ключевой учетной ставки, то есть процента, под который федеральный резерв кредитуют банки страны, выдающие в свою очередь кредиты нам, гражданам. Последние 7 лет учетная ставка в Соединенных Штатах составляет от 0 до четверти процента. Почти бесплатными госкредитами правительство стимулировало экономический рост. И вот теперь, в связи с более чем оптимистичными показателями рынка труда, глава Федрезерва Джанет Йеллен может объявить о повышении ставки кредитования. Экономисты склонны думать, что это произойдет уже в декабре. Спасибо, Валерий. Это был мой коллега Валерий Кипелов.